Открывая заседание Международного круглого стола, губернатор Олег Ковалев поблагодарил иностранных гостей, экспертов, ученых, деятелей искусств. Особую благодарность глава региона выразил руководителю Института демократии и сотрудничества Натальи Нарочницкой, усилиями которой Международный просветительский проект «За веру и отечество» проходит именно в Рязани. Вам предстоит обсудить серьезные вопросы, имеющие большое значение для общества в целом, для всего мирового сообщества, я бы сказал. Сегодня, как никогда, важно сохранить правду о таких мировых трагедиях XX века, как Первая и Вторая мировая война, которая в истории нашей страны вошла как в Великой Отечественной войне. В этих войнах участвуют целые народы, которые сражались за свободу и независимостью своих государств, своих стран. Действительно, человечество вынесло немало уроков из этих глобальных военных подресений. Главное из них заключается в том, что никакие противоречия нельзя разрешать военными партнерами. Обращаясь к участникам заседания, губернатор Олег Ковалев отметил, что на круглом столе предстоит обсудить серьезные вопросы, имеющие большое значение для общества. В мировых войнах участвовали целые народы, которые сражались за свободу и независимость своих стран, подчеркнул губернатор. Человечество вынесло немало уроков из этих глобальных военных потрясений. Главное из них заключается в том, что никакие противоречия нельзя разрешать военными конфликтами. Олег Ковалев обратил внимание присутствующих на важность того, что вопросы консолидации общества и преодоления международной розни будут обсуждаться, в том числе при участии зарубежных представителей. Кроме того, глава региона отметил, что на заседании круглого стола необходимо больше внимания уделить вопросам патриотического, интернационального воспитания молодежи в духе уважения к традициям каждого государства и народа. Тема нашего круглого стола очень важная. Я помню, что сразу после первой мировой войны, где когда все были, пусть уже не послали, на все обновления дурналы «Новая Европа». Весь мир, вся Европа считала, что после этой страшной мировой войны, войны никогда больше не будет. Такой активизм был. Всегда была война, ужасная война, войны никогда больше не строят новую Европу. Но, к сожалению, 20 лет потом пошла вторая война, и сейчас после, не знаю, как я, конечно, что ты не видишь, снова появляются люди, которые продолжают эту идеологию войны. Мы все хорошо знаем, в Советском Союзе сколько потерял, сколько Сербия потеряла. Я считаю, что в первой мировой войне Сербия потеряла почти половину своей жизни. Президент Фонда исторической перспективы, директор Института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая отметила символичность того, что заседание по такой важной теме, как уроки мировых войн, проходит именно в Рязани. Рязань является символом России, ее верности старинным корням и традициям и одновременно стремлением к новому, отметила гостья.